Наверняка многие из вас слышали поговорку, что мол у природы нет плохой погоды. Но все, кто сталкивался с аномальной жарой или пострадал от разрушительных наводнений, которые в последнее время случаются что-то уж очень часто, наверняка с этой поговоркой не согласятся. Раньше люди, которые сталкивались с подобными природными катаклизмами, могли разве что молить богов о том, чтобы беда прошла как можно скорее. Но сейчас нашим высоким научно-технологическим развитием есть реальная возможность того, что человек научится управлять погодой и направлять ее в нужное ему русло. И вот о том, что случилось бы, если бы человечество научилось контролировать погоду, я и хочу рассказать в этом видео. Если что, тут все не так однозначно. И подобная технология контроля погоды может выйти нам всем боком и стать причиной катаклизмов невиданных ранее масштабов. Меня все еще зовут Семен. Рубрику «Что если?» объявляю открытой. Погнали! Может ли человечество контролировать погоду? Первые серьезные работы по изменению погоды были проведены в США в 60-80-х годах. Так как Штаты часто страдают от тропических штормов, вспомнил только ураган Катрин, американские ученые начали поиск решения этой проблемы. Программа получила название «Шторм Фьюри». В ее основе лежала идея, что облака может засеять с самолета ядитом серебра. Введение небольшого количества этого ядита вызывает образование очагов конденсации в облаках, что ведет к преждевременному выпадению осадков. Но в итоге оказалось, что ядит далеко не всегда приводил к этому самому преждевременному выпадению осадков. Да еще плюс ученые как-то не учли, что самолет, который должен был распылить ядит, был просто крошечным по сравнению с ураганом, который просто не замечал попыток человека повлиять на него. Потом ученые рассматривали возможность управлять погодой с помощью лазеров, причем не нагревая, а охлаждая участки атмосферы. В результате могли бы сформироваться облака и даже начинаться грозы. Такой лазер формирует в атмосфере новые облака, создавая в них необходимую для выпадения осадков концентрацию водяных паров. Однако и здесь все обломалось из-за несоизмеримости масштабов. Просто на данный момент у человечества нет лазера таких размеров и такой мощности, который мог бы серьезно повлиять на, так сказать, поведение урагана или даже сильной грозы. Потом ученые хотели управлять погодой с помощью целой сетки спутников, которые бы находились над всей планетой, мониторили ситуацию и либо выпускали в район урагана вещества типа едита серебра, или же пуляли туда лазером, чтобы этот самый ураган успокоить. Но проблема в том, что такая спутниковая система по контролю погоды могла бы легко превратиться в оружие массового поражения, или в случае хакерской атаки, или из-за того, что техника просто-напросто заглючила, вышла из-под контроля и стала нести разрушение, создавая один ураган за другим. Что интересно, истории знаком случаи, когда погоду пытались контролировать в военных целях. Происходило это во время Вьетнамской войны, когда американская армия пыталась реализовать сверхсекретную операцию Папай, засевая облака едитом серебра, чтобы вызвать проливные дожди и таким образом затруднить действия повстанцев, и просто размыть водой так называемую тропу Хо Ши Мина. Систему дорог, по которой осуществлялось снабжение партизан Южного Вьетнама. С тех пор активное воздействие на погоду в военных целях запрещено Международной конвенцией. А совсем недавно в Объединенных Арабских Эмиратах власти сумели вызвать искусственный дождь. Технологии с вызыванием дождей заключаются в специальных экспериментах по засеву облаков. Их Объединенные Арабские Эмираты провели совместно с ученым Британского университета Рейдинга. Дроны запускали в облака электрические разряды без использования химических соединений. Но прикол в том, что подобный успех был возможен благодаря только такому явлению, известному как Хариф. Это летний юго-западный муссон, который приносит влагу в Оман и на восток пустынного Дубая. И именно этот муссон стал одной из главных причин подобного успеха, позволив ослабить влияние самого заслушливого лета в Объединенных Арабских Эмиратах и Ираке за последние 10 лет. Поэтому пока что точно нельзя сказать, насколько рабочая подобная технология в других условиях. Ну и конечно, всегда существует вероятность того, что ослабление ураганов в одном регионе приведет к их возникновению в другом. А дожди в одном месте приведут к засухе в другом. Поэтому даже если бы человечество научилось контролировать погоду, то далеко не факт, что их погодные коррективы не привели бы к еще большим катаклизмам. Просто в другой точке планеты, что могло бы начать жестокие мировые войны. Например, недавно были наводнения в Германии. И вскрывается, что это из-за экспериментов какой-то другой страны, и эта страна не намерена их прекращать. Я думаю, вы понимаете, что будет. Ну и вот теперь пришло время разобраться в том, что все-таки было бы, если бы человечество наконец-то научилось контролировать погоду. Уверен, большинство из вас живет в достаточно, так сказать, лояльном к человеку климате. С умеренно жарким летом и умеренно холодной зимой. Но на планете существует целая куча регионов, где живет человек, и где условия жизни крайне суровые. Типа пустынных регионов Африки или Крайнего Севера, где зимой температура без проблем может опускаться до минус 50 градусов по Цельсию. Да, некоторые люди приспособились и к таким условиям, но все же легкой их жизнь не назовешь. Если бы люди научились контролировать погоду, то появился бы реальный шанс, так сказать, добавить комфорта в существование людей, живущих в подобных суровых условиях. Да и около пустынных регионов Сахара или земель Крайнего Севера не удалось бы сделать цветущие сады. Да и не факт, что это нужно было бы делать, но можно было бы устроить ситуацию, когда в подобных регионах была бы, например, самая лучшая, самая мягкая и самая комфортная для живущих там погода. Например, на Крайнем Севере все так же была бы минусовая температура, но это были бы не сверх лютые минус 50, а более-менее терпимые минус 15 или минус 20, что, согласитесь, огромная разница. А в пустынных регионах или просто регионах с крайне сухим климатом дожди могли бы идти чуть чаще, а жара была бы не такой уж уничтожающей, как сейчас, когда температура может достигать и плюс 50 и плюс 55 градусов по Цельсию. Просто-таки адская жара. Да и если бы где-то случались какие-то катаклизмы, типа все тех же ураганов или наводнений, как в Германии, либо аномально для нашей средней полосы жары, когда термометр показывает плюс 40, их можно было бы относительно легко ликвидировать и спасти таким образом множество жизней. Революция в сельском хозяйстве Несмотря на все достижения современной науки, мы все так же зависим от множества вещей, которые были изобретены или придуманы тысячи лет назад. Неолитическая революция, которая произошла где-то 10-12 тысяч лет назад, позволила человеку выращивать растения, пригодные для пищи, и разводить животных, которые могли выполнять полезную для человека работу, охранять жилье, быть источником тягловой силы, пищи и кожи для одежды. И даже сейчас, спустя тысячи лет, человечество пользуется достижениями неолитической революции. Мы все так же зависим от урожая с полей и успехов в скотоводстве. И вот если случается засуха или сильные ливни, мы сейчас можем столкнуться с угрозой массового или локального голода, несмотря на весь наш научный прогресс. И вот если бы человечество научилось управлять погодой, подобные проблемы бы остались раз и навсегда в прошлом. Фермы во всем мире получили бы невиданную и ранее возможность заказывать себе дождик на свои посевы, когда нужно, или же наоборот прекратить затянувшиеся ливни, которые могли бы просто затопить урожай. Нужна и хорошая, теплая, солнечная и безоблачная погода? Да без проблем, стоит только позвонить, ну и конечно же заплатить за подобную услугу. Правда, нужно понимать, что подобные игры с погодой нужно было бы проводить очень-очень осторожно, так как вся наша земля представляет из себя сложно связанную и относительно хрупкую экосистему, для которой подобные игрища с погодой и даже климатом могли бы привести к очень плачевным последствиям. Подобная технология могла бы привести к настоящей революции в сельском хозяйстве и невиданным ранее урожаем, но ее все же старались бы применять очень-очень аккуратно. Опыт, который дался бы кровью. Раз я уже затронул тему того, что подобные игры и манипуляции с погодой могли бы привести к печальным последствиям, я хотел бы остановиться на этой теме подробнее. Так вот, даже сейчас мы крайне мало знаем о том, как природные изменения в одном регионе могут влиять на погоду в другом регионе. И даже если бы мы применяли эту технологию крайне-крайне аккуратно, все равно бы не обошлось без, как говорится, факапов. Эти факапы могли бы стать следствием обычного человеческого незнания. Например, раньше многие владельцы заводов, которые массово вырабатывали в окружающую среду химикаты, даже не подозревали о том вреде, который они приносили своими действиями. Или, например, раньше в викторианской Англии были популярны обои с краской, в основе которой лежал крайне вредный для человека мышьяк. Те, кто клеил у себя такие обои, скоро начинали страдать от ужасающих головных болей и даже от частичного паралича. Да и что говорить, раньше считали, что курение полезно для здоровья, и врачи могли рекомендовать своим пациентам сигареты, например, для похудания. Что-то подобное могло бы произойти и здесь. Банально из-за нашего незнания всех нюансов функционирования нашей экосистемы. Наши игры с погодой могли бы привести к разрушительным последствиям, начиная от сильных ливней, гроз и наводнений, заканчивая ураганами, цунами или аномально низкими или высокими температурами в определенных регионах планеты. Также не нужно забывать о так называемом человеческом факторе, когда выработанные нормы безопасности панипуляции погоды были бы проигнорированы в угоду быстрой и незаконной прибыли. К примеру, различными богачами, которые считали бы, что миллионы на банковском счету позволяют ему обходить законы. Именно из-за такой человеческой безответственности могли бы произойти просто разрушительные последствия. И наверняка, так или иначе, погиб бы не один десяток людей, а то и сотни. Пока бы люди не научились не только правильно контролировать погоду, но и соответственно подходить к ее контролю. Погода как оружие. Хотя я уже отдельно говорил о том, что после Вьетнамской войны был принят закон о запрете использования погоды в качестве оружия, все же нужно понимать, что этот закон так или иначе научились бы обходить, прикрываясь какими-то натянутыми отмазками или же словами о борьбе за мир. Вот представьте, лагерь террористов-боевиков, виновных не в одном кровавом теракте. Они имеют хорошую систему ПВО для защиты от атаки с воздуха. А брать их штурмом напрямую может стоить большой крови. И поэтому эти боевики чувствуют себя в безопасности. Но тут вдруг тучи над лагерем резко сгущаются. Поднимается сильный ветер и буквально за пару минут на лагере обрушивается разрушительный ураган, который просто-напросто уничтожает весь лагерь буквально за пять минут. А потом этот ураган также резко прекращается, как и начался. Террористы уничтожены, а из так называемых хороших ребят никто не пострадал. Божественное вмешательство? В обществе, которое владеет технологией, способной контролировать погоду, в подобное бы не поверили. Но с другой стороны, как доказать, что это реально было не совпадение, а намеренное применение технологий для контроля погоды в качестве оружия? Как бы то ни было, человечество так или иначе все, что можно, превращает в оружие. Этой участи не избежала бы и система контроля погоды. В качестве оружия подобная технология была бы приравнена самому настоящему ядерному оружию, так как можно было бы погрузить всю планету в хаос буквально за несколько часов. Так что, получив возможность управлять погодой, ликвидировать разрушительные ураганы и создавать идеальные условия для роста урожаев, мы бы также получили еще одну возможность уничтожить всю цивилизацию одним нажатием кнопки, как в случае с атомными бомбами. Ну что, как тебе возможное будущее, в котором человечество научилось контролировать погоду? Как думаешь, что было бы с нашей цивилизацией, научились мы без проблем контролировать погоду, без ущерба для себя и планеты? Или же бы мы все уничтожили и засрали, как это часто бывает? Очень хочу узнать твое мнение. И вот тут не менее интересная тема, что если в 2022 году наступит зомби-апокалипсис. И увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока. Ладно.